Дикий тмин, колган, яснотка, душица, тысячелистник и еще огромное количество лекарственных трав растет в Ленинградской области. Сезон их сбора с мая по октябрь. Пик приходится, конечно, на лето, когда растения находятся в полном соку. Но и осенью можно найти много полезного. Большое разнообразие. Сейчас можно собирать лопух, можно собирать валерьян. Сейчас мы нашли корень пастернака. Здорово. То есть вы прям приехали и сразу же нашли? Да, да. Они везде. Их нужно просто видеть. Куда приезжать? Вот ключевой момент. Самое главное – травы нельзя собирать рядом с заводами, фабриками и дорогами. Ведь все выхлопные газы растения впитывают в себя как губка. Поэтому правило здесь одно – чем дальше в глушь, тем лучше. Это всем известное ценнейшее растение – наша лесная малина. Если кто-то сейчас заболевает, то есть еще возможность воспользоваться силой свежего растения. Собрать, например, те же листья малины и сделать себе полезный чай. Итак, смотрите, вот так просто отрываю листочки? Можно даже брать целиком веточку. Это волшебная трава. Сныть обыкновенная. Насыщает витаминами, микроэлементами. Содержит в себе определенные компоненты, которые помогают правильно работать нашему желудочно-кишечному тракту. Ее используют в салаты. Но она как бы особого такого прямо вкуса не имеет. Ну, чуть-чуть морковки. При сборе трав обратите внимание на их внешний вид. Листья должны быть целыми, без повреждений, темных пятен и заражений. Только такие годятся для настоев, отвара или чая. В народной медицине все-таки существует мнение, что нельзя, как человека, отделять по органам, так и растение должно восприниматься целостным. Например, если основная польза от корня, берется, естественно, корень, вот туда добавляется какая-то часть и листьев. Люди, когда идут заготовить себе какие-то полезные растения на природу, конечно, моя рекомендация им досконально изучить то, что они хотят собрать. Потому что каждая, ну, не каждая, а многие растения имеют примеси. И здесь очень важно не спутать, например, тот же купырь с каким-нибудь болиголовым, который является ядовитым. Если вы не специалист, берите то, что вы знаете точно. Ромашку. Пришло время что-нибудь приготовить из того, что мы собрали? Да. Ну что, Наталья, что мы будем сейчас делать? Сейчас мы будем с вами готовить полезный, оздоровительный чай из того, что мы собрали. Чай у нас будет поливитаминный, будет укреплять иммунитет. Здорово. Будет давать ресурсы организму. Добавляем в него собранные листья малины, а также сушеные душицу, ягоды рябины, яблоки и свежий корень валерьяны. Заливаем кипятком и ждем 20 минут. Ммм, очень ароматно. Друзья, ну и остается пожелать всем хорошего и здорового утра. Субтитры подогнали Симон.